Девчонки, всем привет! Я уже в студии, новый день. Сегодня новое наращивание. У меня одна девочка сегодня на 10 утра. И, кстати, она уже у меня была месяц назад. Даже больше. Она была... Да, она была больше месяца недели. Сейчас посмотрим, сколько у нее ресниц осталось, как она придет. Мы ей снимем реснички оставшиеся и нарастим. В этот раз хочу ей нарастить экстремальную лису. Ей подойдет. Она просила в прошлый раз, что ему все длинненное. Но я тогда еще как-то не сильно представляла себе, как это будет выглядеть на глазках. И поэтому нарастила как получилось. Немножко неправильную длину подобрала. Ей можно было подобрать подлиннее. У нас за окном дождь. Я, кстати, не знаю. Включила кондиционер на 24 градуса. Сначала открыла окошко проветрить, потом закрыла и включила кондиционер. Не знаю, как правильно в такую холодную погоду. Нужно кондиционер включать или нет, или работать с открытым окном. Короче, метод нам проб и ошибок пока еще не знаю. Ну, может быть, девочки придут. Может быть, вот Аня придет и у нее спрошу, как это вообще... Как лучше работать, как лучше для клея, потому что что-то немножко не соображает. Не понимаю. Все переживаю. Знаете, в прошлый раз было такое, что я открыла окно и не включила кондиционер. И было после дождя. И у меня клей, наверное, начал слишком быстро работать, слишком быстро засыхать. То есть, он засыхал уже моментально, как я опустила его клей в ресничку, вытаскиваю, и он уже почти сухой. Короче. Короче говоря, не знаю. Посоветуюсь, расскажу вам. Жалко, что нет вот этого гидрометра, гигрометра, который показывал бы нам, какая у нас влажность там и т.д. и т.п. Потому что, если сильно, я так понимаю, большая влажность, то что получается? Получается, что клей же быстро будет засыхать. Это вообще не вариант. Моих ресничек уже вообще не осталось. Как жалко, что нет Иришки. Вообще. Очень-очень грущу. Ладно, анчонки. Будем ждать мою клиентку. Давайте. До связи. Поснимаю, как всегда, ну максимально. Максимально-максимально побольше для вас. Вот наша девочка, которая была у нас месяц назад. Закройте, пожалуйста, глазки. Вот видите, у нас там уже ничего не осталось. Но сейчас я постараюсь вообще как можно лучше прикрепить, потому что в прошлый раз не считается. В прошлый раз это почти был мой первый клиент. Все, мы сейчас будем делать лесу экстремальную и в изгибе С тоже вот так удлиним, как в прошлый раз. Но еще лучше сделаем. Я уже делала, как бы он вообще классно смотрится. Ну все, начнем. Вот, девчонки, смотрите. Конечно, ресничек осталось вообще мало. Но это я еще тоже. Наверное, я все-таки думаю, что я по своему небольшому опыту не очень хорошо обезжирила. Сейчас очень хорошо обезжирю. Прям очень хорошо. И хорошо использую прамер. Ну, вот прям, чтобы они держались. Потому что я уже теперь все-таки соображаю, как уже получше поставить ресничку, чтобы она держалась. Все, сейчас начнем. Сейчас снимем вот эти остатки, которые у нас есть и начнем уже. Вот такая вот красивая девочка. В общем, вот сейчас сделали тоже полтора дэн, но вот получилось поярче. То есть в прошлый раз я там не все ресницы заклеила. Сейчас вставлю видосик, как было в прошлый раз. Сейчас девочки приловчились закрепителем клея мазать вот со стороны, ну, уже со своей стороны. Я со стороны, как, не знаю, со своей стороны я уже намазала, но те реснички, которые ближе, вот, ближе, удобнее здесь прокрасить, лучше их все-таки закрепителем клея со своей стороны намазать. И уже доказано, что держится лучше. Ну, то есть даже если глазки плакали, устали, то есть клей так быстро не, как, не расщепляется, не знаю, что с ним там происходит. В общем, штука хорошая, мне понравилось. Вот и моя красотка. Всего. Да, они сейчас удлиннее. Сейчас поярче. Это мы сделали двенадцатый, и это тоже полтора. То есть это не два, это тоже полтора. Девчонки, ну все, я закончила. Вы видели, я делала полтора Д, и делала девочки, которая у меня уже была месяц назад. И сейчас полтора Д получилось гораздо пышнее, чем в прошлый раз, гораздо ярче, чем в прошлый раз. По времени вышло три с половиной часа. Ну, можно было ускориться, но тут я что-то так немножко затянула, можно было сделать быстрее, гораздо. Делала в изгибе С, и С+, извиняюсь, максимальная длина у меня была 12 миллиметров. Все хорошо, сейчас побегу домой. Надеюсь, что держаться будет, потому что сейчас я уже старалась максимально правильно ставить ресницу искусственную к родной. Вот так вот. Ну все, побегу домой, дождь, но ничего, сейчас быстренько с зонтиком. Давайте, увидимся. Доброе утро, всем привет. Начинаем новый день, новое наращивание. Сегодня у нас будет полтора Д, в С плюс изгибе, и... А эффект будем натуральный делать? Не лисий, но такой натуральный, да? Натуральный. Натуральный эффект. Лисий на следующий раз. В общем, вот такую штуку будем делать. Все, сейчас покажу. Хоть мои реснички. Слушай, ну сейчас, как погуще, загусте. Такая прям, знаешь, солнышная. Ой, знаешь, тебе еще желтый цвет не хватит. Слушай, как-то. Слушай, что-то. Такая. Спасибо. Так. Будем делать мягкую лису. А какая максимальная длина у нас будет в мягкой лисе? 11 или 10? 11 или 12. 11. Все, отлично. А что, у нас ресничек уже нет? Нет, есть. Есть, еще будем снимать. Все, отлично. В общем, сейчас начнем делать мягкая лиса, изгиб ц, и максимальная длина сделаем 11. Ну все, девчонки, я закончила. Ой, что сказать. В принципе, сегодня очень легко работалось, очень хорошо работалось. Единственное, что, вот знаете, никак я не могу подружиться с клеем Marvel. Ну вот, не знаю почему. А, один глаз, уже вот последней девчонки клеила реснички, один глаз наклеила вообще нормально. Ну, то есть, никаких проблем, никаких сцепок, ничего, все идеально. Вот прям, ну все идеально. стоило буквально, ну мы чуть-чуть отдохнули, минут пять, наверное, начали, улеглись, начали клеить второй глаз, ну и все, и пошло. Он, представляете, он не, как бы, не застывает, не застывает мгновенно. То есть, и макаю немножко, ну совсем, совсем чуть-чуть, чтобы не было грязи. прикладываю искусственную ресницу к родной. Все вроде бы, вот, ну вот все, да, приклеилось. Начинаю следующую ресницу, следующую ресницу приклеила, и в какой-то момент они между собой склеиваются. Как? Как такое возможно? То есть, я работала на ЭО, но такого не было, чтобы я переживала, что у меня какая-то проблема там с температурой, или какие-то проблемы, ну я не знаю, вот подобного характера, но не было такого. Вот сейчас, я не знаю, я не могу с ним никак подружиться, я не пойму, какая ему температура нужна, не знаю. Ну я доклеила, все хорошо, я не переживала, не нервничала, все нормально. Ну единственное, что, конечно, клиенту, когда где-то вот какая-то сцепка, а сцепки, как назло, они так хорошо сцепляются, прям аж вообще невозможно. Я прям так их разъединяю, клиент, девочка спрашивает, говорит, ну что там, говорит, ресницы между собой склеились? Я говорю, ну да. Вот, в общем такие дела. Девчонки, ну вы увидели, что получилось. Работает довольно, скорость уже меньше, скорость, вернее, быстрее меньше, вот я уже заработала, скорость быстрее, потому что первую, первую, первую работу я сделала меньше, чем за 3 часа, то есть вообще прекрасно. Вторая работа около 3 часов, но это тоже очень-очень хорошо. Ну все, девчонки, буду бежать домой, мчать домой, давайте, до послезавтра, у меня, по крайней мере, будет завтра выходной, послезавтра будет наращивание, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписан, смотрите, будет много чего интересного, задавайте вопросы, может, кого-то что-то интересует, делитесь своими советами, как было у вас, потому что очень-очень тоже интересно. Ну, давайте друг друга поддерживать, такие же новички, я всегда говорю, как-то должны объединяться. Все, чонки, пока-пока, давайте, до встречи!